Музыка Питер. Здесь даже цари когда-то вставали рано бродить во главе парада. Эти строчки Юрий Шевчук посвятил городу на Неве. Песня так и называется «Гимн». Она, как и многие другие композиции нового альбома группы ДДТ, очень лиричная. Весна, любовь и добро – вот то, что вдохновило музыканта на создание пластинки. В своих песнях Шевчук, как и раньше, призывает всех к миру с помощью проникновенной поэзии и рок-н-ролла. Доброе утро на первом канале «Включение» с Петербурга. Характер нового альбома в самом названии – прозрачный. В отличие от предыдущей мощной концептуальной программы «Иначе», здесь много лирики и пастельных тонов. Как легкий весенний ветер звучит голос вокалистки Алены Романовой. На этот раз Юрий Шевчук решил не солировать, а спеть дуэтом. Музыкант ничего не делает просто так, и в этом единении – важный месседж. Я просто жду этого мира, просто как, знаю, как знамение Божьего какого-то. Очень важно это. И весна, надежда. Сейчас тяжело нам всем, и этот альбом, он… Я пытался с ребятами его создать светом. Ему рукоплещут стадионы и концертные площадки всего мира. Его песни знает наизусть не одно поколение. С его аккордов молодежь начинает знакомиться с акустической гитарой. Но Шевчук не из тех, кто гонится за славой и признанием. Он привык работать. И себя никогда не считал рок авторитетом. Его вдохновляли и вдохновляют Леннон, Моррисон. А в новом альбоме можно услышать впечатления музыканта от творчества группы «Радиохэт» и Ника Кеева. Я благодарен судьбе и Богу, что пишутся песни. Это говорит о том, что я еще не совсем заскорузил и забронзовел или еще что-то, или исписался. Как некоторые говорят, нет. Песни, я каждой песне рад, рад этим мыслям. Ну и главное, ты чувствуешь мир, боль его, его свет. Художник по образованию своей картины жизни Шевчук пишет не на холсте. Еще в юности он отложил кисти в сторону и взял в руки гитару. У меня была такая шестифигурная композиция большая. И маслом, и серьезно я к этому подошел. И параллельно я написал песню «Не стреляй, дочь». Параллельно, прям. Все это вместе с дипломной работой. За дипломную работу я получил, по-моему, четыре. За идеологию. И пятерок по живописи. А песни вообще пошли вообще отлично. Все композиции Юрия Шевчука, как метафоры. В каждой заложен глубокий смысл. О родине, о жизни, о любви. Четыре города прошли сквозь мою жизнь. Это Магадан. Там рядышком я родился. Потом Кабардино-Балкария, Нальчик. Где я так возмужал и жил до седьмого класса. Потом Уфа и Питер. Четыре окна есть такая песня. Магадан – это, безусловно, зима бесконечная, изумительная. Кавказ – это весна вечная. Даже зимой весна там. Уфа – это лето. Хорошее, знойное уральское лето. А Питер – это осень. За 30 лет существования группы сотни благотворительных концертов. В детских домах и в горячих точках. Юрий Шевчук и сегодня вспоминает, как выступал в Чечне. Тогда все сложили оружие и слушали музыку. Это был один из самых сложнейших концертов. Когда наши войска выходили, мы играли. И были обе стороны. Слева наши солдаты, справа чеченские. А посередине были дети, которые выползли из подвалов за два года. И мы пели детям, и нашим, и всем. И мы рубили за мир. Если такой концерт случится где-нибудь на границе Донецкой области, я буду очень счастлив. Мы готовы всегда дать концерт мира, но для этого все-таки должна закончиться стрельба. Юлия Миханова, Олег Подъярчев, Валентина Говорушкина и Владимир Пивнев. Первый канал Санкт-Петербург. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok